Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Понярковым. Я тот художник, который может видеть каждого. Когда-нибудь весь мир будет просто ошарашен. Когда ныне строго секретная информация станет общедоступной, и диагноз или диагнозы Путина будут официально озвучены, планета замрет в недоумении. И вот этот вечный вопрос. Так позвольте, а как же он служил в очистке? Как он стал подполковником КГБ, потом премьером и президентом целого государства? Как это могло произойти? Вы, я уверен, обратили внимание, что большинству людей, что абсолютно закономерно, вследствие законов геронтологии, с возрастом глупеет. То есть люди теряют гибкость, они перестают запоминать, подстраиваться. Они все дальше и дальше отдаляются от реальности. Они начинают бурчать, ворчать, не понимать. Они начинают бухтеть, что раньше было лучшее. И вот этот путь, неизбежный для большинства, к старческому маразму, ретроградной амнезии и веселому Альцгеймеру, Альцгеймеру имеет немного исключений, когда люди сохраняют способность с возрастом умнеть, развиваться, становиться лучше. Это редчайшее явление. Большинство с возрастом превращается в тупых маразматиков. Это закон природы. Ну, вы же видели, наверное, эти примеры, да? Когда молодая такая красивая, такая сочная истеричка, вот будучи полной идиоткой, не может остановиться. И вот ее истерический ужас несет, вот как звезду по стекловате. Превращается она потом в шестидесятилетнее, страшное, бурчащее, огнедыщащее и маразма несущее, ушлепище, рядом с которым ни соседям, ни друзьям, ни знакомым находиться не хочется. И этот кошмар с возрастом только усиливается. Ну, хотя бы в 20, там было на что посмотреть, было за что подержать, там было хоть что-то привлекательное, то с возрастом. Все превратилось вот просто в какую-то сплошную помойку человеческих качеств. Это нормальное явление, которое в быту встречается повсеместно. Но когда мы смотрим, что руководитель государства, вдумайтесь, целого государства, явно напрашивается на целую гроздью диагнозов, причем там один забористее другого, ведь действительно когда-нибудь вот вся вот эта информация, которую не знают, я думаю, ни в ЦРУ, ни в МИ-6, которая является строго секретной, это, похоже, самая главная государственная тайна Российской Федерации. Это медицинские показатели их президента. Потому что, ну, согласитесь, что диагноз президентская несменяемость, он напрямую противоречит здравому смыслу, там, российской же конституции. И, собственно, все окружение Путина, оно прекрасно понимает, что вот эта вот раковая диктаторская опухоль государства каждому подарит по куче метастаз неожиданности, потому что все они понимают, что вот это то, что привело их к катастрофе. Они все, вот все до единого вокруг Путина не могут быть уверены в своем будущем. А он действительно собирает вокруг себя, он ухитряется найти тех, кто еще маразматичнее его, кто еще глупее. Вы посмотрите на этих Дугиных, на этих Прохановых. Да, они вместе с Путиным ухитряются жить в каком-то 19 веке. То есть они мыслят категориями настолько ветхозаветными, там вообще, понимаете, воняет представлением царя-батюшки перед отречением от престола. Они настолько оторваны от мира, они настолько даже не догадываются, вот в какой вселенной они оказались. Они действительно... Ну, вы послушайте Дугина, ведь это он один из главных идеологов, он один из тех, кто сделал представление Путина о мире таковыми. Он вообще говорит, он как полпот вообще, это же полпотовщина. Он чуть ли не давайте вот из городов изгоним вот всех русских, их по деревням, и там настоящая вот эта вот пасконно-кандовая, вот эта русская в его понимании жизнь. Они все, вдумайтесь, вот все, Путин и компания, официально провозгласили цивилизацию злом. Они считают, что цивилизация несет зло человечеству, и они хотят спасти человечество от цивилизации. При этом одних они сажают за то, что человек просто перепостил чью-то мысль, или просто вышел с пустым листочком на улицу. То есть они вообразили, что главный грех вот их граждан и избирателей, это то, что им может не нравиться тех, кого они по сути даже не избирают, а кого им уже назначают 20 с чем-то лет. Они действительно больны до такой степени, что это не может закончиться ничем, кроме как летальным исходом империи. Это болезнь, которая переходит в такую стадию, где исход, главное, чтобы зацепило как можно меньше окружающих. Этот гнойник обязательно лопнет, ну хотя бы в силу того, что все диктаторы не вечны. И меня очень радует, я в который раз наслаждаюсь это повторять, что как только он, как говорится, отбросит копыта, склеит ласты и поедет навстречу с Кобзоном, то тогда в России начнется настоящий разбор полетов. Слава Богу, там никто никому не верит. Слава Богу, там никто ни с кем не захочет ни на основе ничего объединяться. Там каждый после смерти Путина, кто имеет в руках власть, опыт и достаточно энергии, будет обязательно стараться занять именно его место. Потому что каждый из ключевых игроков, кто обладает реальной силой в России, понимает, что если он не занимает место Путина, тогда ему готовят в лучшем случае место в тюрьме. То есть это или президентское кресло, или тюремная камера в лучшем случае, а может быть все намного хуже. В том, что российская государственность, вот система государственная сгнила, вот уже под самый пень, то есть нет этого дуба былой мощи. Все. Поход, кстати, Пригожина через всю Россию без малейшего сопротивления обозначает то, что де-факто страны нет. И вот эта вот последняя плешивая скрепная сопля, ботоксная, на каблуках, которая дрожа сидит в Кремле и по близлежащим резиденциям, это все, на чем держится сегодня империя. Ребята, всегда вот эта ветхозаветная старость проиграет молодости. Потому что цивилизация как ни крути эта молодость. Мы с вами живем вот в таком мире, а не в средневековье, ну только по той причине, что все-таки следующее поколение всегда по факту, ну в общем, умнее предыдущих. А вас я попрошу не забывать подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии, распространяйте это в соцсетях. Ну а победа, победа обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас не заржавеет.